Чебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних стал сегодня открытой площадкой, на которой обсуждались вопросы образования, занятости, воспитания детей. Участниками круглого стола стали многодетные семьи. В дискуссии принял участие и глава республики. Каникулы начались, да? Да. Вы с школы уйдетесь в основном? Начались каникулы? Да. Что будете делать на каникулах? Да. Отдыхать. Магабар. Такой же праздник бесконцертной развлекательной программы. Зарядка со звездой, рисование мелками на асфальте буквально поглотили ребят. В преддверии летнего отдыха у всех исключительно хорошее настроение. У кого в семье один ребенок, у кого-то двое детей, у кого-то у нас уже пятеро детей, и количество многодетных семей ежегодно у нас в республике увеличивается. Вот последнюю статическую, если взять, за последние четыре года, количество многодетных семей, где три и более детей, у нас практически на 33% и более увеличилось. Веселый детский праздник стал поводом для очень серьезного разговора. Ежегодно в центре проходит социальную адаптацию более 1200 несовершеннолетних. Это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные, живущие в неблагополучных семьях, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Таких семей на учете около пяти тысяч. Неравнодушие взрослых помогает им не потеряться в этой жизни, приобрести какую-то опору. Участники круглого стола понимают, как непросто решать эту задачу. Они вырастили много детей, своих и приемных, и у них есть свои рецепты семейного счастья. Чуваша вошла в десятку благополучных регионов для жизни детей в рейтинге уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова. В республике успешно реализуется комплекс мер по профилактике социального сиротства, стимулированию рождаемости и стабилизации демографической ситуации. А как можно воспитывать детей с детьми? Прежде всего, нужно, наверное, разговаривать. Многодетные родители обсудили с главой Чувашей насущные, но вполне решаемые вопросы. К примеру, многодетной семье Шипеевых Михаил Игнатьев посоветовал не отказываться от земельного участка, предложенного вблизи федеральной трассы, так как далее очередь получения хотя и сохранится, но сместится в конец. К тому же расположение другого участка может оказаться менее удобным. Тамара Царева спросила о дальнейшей поддержке многодетных семей. Глава республики напомнил, что с 1 января 2013 года введена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения им трехлетнего возраста. Кроме того, предоставляются льготы на оплату услуг ЖКХ. В дополнение к материнскому капиталу выплачивается республиканский материнский капитал. На поддержку со стороны республиканских властей родители могут рассчитывать всегда, но их святая обязанность не забывать о воспитании. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика.